Как бы неприятно не было видеть, как избивает чмошная лакейская путятишная путиновская полиция, патриотов России. И осознавать, что те россияне, небольшая часть, ну была все-таки на Майдане в Украине в 2014 году, с триколором на баррикадах Грушевского были эти бойцы. Блядь, никогда не подумалось, что Россия будет стоять на передовых украинских. Россия, а? Вон, опыт с Белгорода. А что за контора у вас? Русский выбор. Русский выбор. За кого он? Против кого? Против Путина. О, круто. Россия, да, а ну а? Потому что мы считаем, что участь России предопределена в Украине. Путин должен понимать, что ситуация политическая не в его пользу. Он должен сейчас сидеть и понимать, что здесь, в Киеве, его судьба предопределена. Он может пожертвовать Олимпиадой и не отдать Украину все равно. Олимпиада – это позор всей страны. Миллиарды отданы. И, скорее всего, уже в марте мы поймем, что в России это будет дефолт. Как неприятно осознавать, что ихняя борьба, а также, в принципе, и наша, была тщетна. Потому что виной не страшен там какой-то там тоталитарный узурпатор, шмарпатор Путин. И его шапки клика криминальная, бандитская, олигархическая. И противно смотреть на то больше, что все же понимают. Арифметика 2 плюс 2. И Мальцев говорит, и вообще понятно, что достаточно несколько раз нормально так выйти. Даже без суда линча над гнидами. 200 или 100 тысяч. И все. Ауфидерзейн. Арифедерче. Гудбай. Путятишный режим 20-летней или еще какой-то летней давности. Но мы видим, что народная культура, народное творчество политическое в жопе. Прикро и противно осознавать неприятно, что за это платят каждый день жизнью украинские бойцы на передовой. Вот буквально на этой неделе шестеро погибло. Молодых 20-летних пацанов. Из-за гнид, криминальной срани Путятинской. А великой русской культуре настал тоже конец. И великому русскому народу тоже насрать, наплевать, извините, на эту культуру. И он погрязься в дерьме коллективной уебищности. Своей лакейской чмошной сути. Человек, это ДЦП. Как же могут. Подойдите к нему поближе. Это сумасшедшие фашисты. Мне больше нечего сказать. Москва в полнейшей жопе. Россия в глубокой заднице. Женщин и инвалидов с ДЦП пакуют. Вот это я понимаю, стражи правопорядка. Совсем сумасшедшие, потерявшие все берега. Никакого диалога с этой властью быть не может. Ничего согласовывать нельзя. Ну долго ж так никогда не бывает с империями. И они за это отвечают очень жестоко и кроваво. Только очень не хочется, чтобы были наказаны патриоты России за эту срань остальных миллионов коллективной ответственности. И вот теперь в 21 столетии, в 19 году Россия окончательно, почти что окончательно, еще в Крыму она беснует и на Донбассе, в Сирии, в Иране. Но уже не так. То есть Россия, россияне, потому что вся Россия это поделенная на плохих и на хороших людей. То есть есть позитивные, положительные христиане, и не только славяне, и не только. Просто нормальные люди России, хорошие, положительные герои. А есть чмыри, мягко говоря. Так вот, о чмырях разговора нет. Потому что ими пусть занимается дьявол, сатана. Пусть он их или жалеет, или на вертеле при жизни раскручивает, или после жизни. То есть мы говорим о нормальной, сейчас о нормальных россиянах, о нормальной России. То есть все оказались заложниками дерьма. Они оказались, как в Бермудах, они оказались в западне. Теперь Россия, и нормальная, и ненормальная, варится в своем ведре. Вот у бабушки были родственники, такие-то там, когда-то. После войны все эти дела. И возле нее, бабульки моей, вились всякого рода, кому не лень, кому не попадя, вились, вились. И такими великими были этими родственниками, родычами. Вились, вились. А потом я уже чуть подрастать начал, уже так в средних классах школы. Смотри, уже эти родственники все нахер отпали по нулевой. То есть, когда спала нужность вот этих родственников связей и отношений, тогда сразу все откололись и нахер вообще. И знать, и видеть ее не хотели, и вместе со всеми, с семьями и тому подобное. Я к чему это говорю, что когда Россия, ну ладно, СССР, была супердержавой, влиятельной, ну суперкриминальным утвором, потвором на арене международной. После войны началась железный занавес, эти дела освободили простые люди, освободили кровью своей немысленной количестве. Деды и отцы наши освободили, так же, как и освобождали и уповцы, которые боролись за независимость нынки вечизны Украины нашей. Так и вояки червоной армии, красной армией боролись. Освободили от такого же коричневой чумы, как и от красной заразы и тому подобное. То есть, и поехали домой, и потом их начали жарить вот эти все, которые были при власти. Я к чему говорю, что покуда Россия и СССР влияла на международную арену влияла, когда Россия, тогда к ней все шушукались и прислушивались, и люди по вертикали власти, естественно, уходили сверху вниз. И в суспельстве, в сообществе СССР была, естественно, одна только установка. Кто при бабках, кто при власти, тот царь и бог, ему нужно молиться в коленке, все. То есть, расплачиваться честью, достоинством и тому подобное. Но они будут покровительствовать СССРовцам, совкам, совкоподобным. Ну, когда совок распался, республики отделились, то все. Россия оказалась почти уже под сама в себе, как щуры в ведре или в тазу. И тогда они начали грызть друг друга. И что получилось в обществе? Когда Россия начинала давить на другой внешний мир, то эти щуры начинают принюхиваться, что все-таки власть наша, давайте ее прислушаемся, будем ближе к власти. Потому что она эту власть, вертикаль, которая под щурами этими, ну, там начальники мелкие, там всякая шушара, чиновники, госслушащие и тому подобное, админресурс. Вот они очень сильно прислушивались, когда же ж, когда Россия, никто на нее повлиять не может. И они тогда, а, и мы тоже никак повлиять не можем. Но мы сидим на корточках и слушаем, что нам скажет чиновник. Что он брякнет, что он срякнет, всрет, чмаранет, криминалом пойдет, как угодно, беспредел, что угодно. Но слушается, все выносят, там изредка вякают, ну и все на этом. А когда уже Россия оказалась уже под санкциями, под всеми этими делами, то есть авторитет международный спал, Путятина начала выдумывать ракеты межконтинентальные, чтобы вот этот маленький чиновничек и люди в единице своей, которые ни на что не влияют, но в сообществе с собой хватит и 100 тысяч, и 200 тысяч, чтобы смести нахрен весь Кремль. Вот тогда Кремль к этому всему прислушивается. Но и Кремль сейчас, и россияне в патовой ситуации, потому что Кремль не отважится беспредельствовать аж тотально, как в ГУЛАГах при Сталине было, а народ все никак не отважится выйти на улицу с полмиллиона, миллион или хотя бы 200 тысяч, хотя бы 250 тысяч. То есть и Дмитрий Иванов, и Навальный, и Иван Белецкий, и Мальцев, и Васильева, все нормальные россияне, нормальные, говорят, тулдычат, время свое, нервы и тому подобное тратят, чтобы втулдыкать россиянам, что достаточно полмиллиона, 200 тысяч, и так пару раз выйти. Никакие ОМОНы, шмомоны, никакие чмри, беркутятина, которая не поможет путятинской власти. Никакая. Так было и на Майдане, когда после избиения вот этой гребаной януковической беркутятиной вышло миллион, то вот эти беркутятины бежали, подпердохивали, трусливые сучки, шавки трусливые, бежали, блядь, сломя голову, все покидали, блядь, шаломы эти, шлемы свои и тому подобное. Вот что значит сила народная. Это не та сила, о которой говорилось в совке, коммунистической совке, партия. Коллектив, коллективизм. Да, он нужен, коллективизм. На него все засрали, насрали уже на этот коллективизм. Но не такой, как при совке. И уже молодежь новая в России возродилась. Да, потому что она возлетелась на пропаганде идиотов. Тех, которые помогали своими олигархическими бабками и тем, и тем, и лимоневцам, и коммунякам, и тем, и тем, чтобы якобы было такое размежевание власти. Вот допомогались, пошли в тюрягу. Вот у них в головешке так, что надо помогать так, чтобы был только дуализм власти. Не было перетяга аж такового. Ну и внешнему миру тоже, в принципе, это понятно. Перетяга одной из ветвей. То есть не ветвей, а одной из сторон власти. А как это там политическая, идеологическая машина будет называться, это уже хрень, это уже мало кому интересно. Главное, чтобы это было противовес, чтобы был. Вот и допротивовесились, пришел Путятина. Но на то и заслужили, к сожалению, россияне. На то и заслужили и те народы, которым вообще похорен. Они с этого только бабло имеют. Газ, ну, в Европе, чмори. Началась война. Европейские ценности, да. Какие же европейские ценности, когда там ценности только одни. Бабло, чмори, чморовство. А для себя, самих их европейцев, да, там ценности. Суды, все работает, ветви власти, нормально. А для каких-то там дикарей, там славян каких-то, да им похорен. Война в Грузии началась, Россия напала. Тоже используя ботов, используя ложь. Потому что люди любят верить тогда, когда это... Ну, все идут на парад. И мы идем, потому что об этом всем поет вся страна, вся планета. И люди в этом эйфории летают. И там у блогеров миллионы просмотров. Все, он крутой. И там со всех экранов телевизоров НТВ показывают. Мы НТВ, а потом уже с Густинского не стало. Уже другое НТВ. Но все равно смотрят профессиональную картинку и тому подобное. Вот до профессиональности, когда Путятина начала всем миром править. И с другой стороны оно и лучше, что все оказались в одном корыте и начали грызть друг друга. Есть шанс у России все-таки догрызть и загрызть гнид, которые мешают жить нормальным россиянам. Их нужно доктилокопировать, их нужно в картотеку выносить, чтобы они больше никогда, never, не пришли к власти больше. Ну, разве что на каком-нибудь вредном производстве или тундру восстанавливать, леса, проданные китайцам. Или в мордовских лагерях фуфайки шить, лавочки делать. Хотя в школе к физике относился с пофигизмом. А зря. Ну, совок учил, совковость, гребаные. Я еще в школе узнал, что были лагеря, концлагеря, гулаги были. И старшие, старые люди сетовали об этом. Говорили, что ты носишь вот этот галстук, что это за хрень. Хотя мы за этот галстук чуть ли не дрались, там не плакали, что нам не вручили его. Потом, когда очи открылись, стало противно за эту хрень всю, что мы такие лохи, что ведемся на вот этот пропагандистский для лохов, для биомассы призывы и всякая херня. Вместе весело шахать по просторам. То есть, физика состоит в том, что вот в интернете, в ютюбе очень хороший специалист об этой физике рассказывает. Если резко дернуть за гантельку, то оборвется нижняя нитка. А если медленно ее тянуть, то оборвется верхняя нитка, которая держит эти гантели. А нижняя останется внизу. А так и если применять эту физику к психологии, к политике, то сумасшедшие результаты. То есть, людям легко тогда легче это объяснять, нежели там ретикулярная формация, там лимбическая система, там церебральная, там психология, там всякие там эти. А так вот очень просто людям объяснить. Если снизу вы начинаете резко идти дерать, все, то вас в тюряхе все покидает, позакрывает. На том протесте и закончились, биомасса опять начала поклоняться власти, вот этой конченной, предательской, маньяческой, тоталитарной и террористической. Ну а если медленно, то есть, но уверенно, сильно, медленно и уверенно дотискивать эту власть, то она сверху и пау, и оборвется россияне. Россияне. Субтитры подогнал «Симон»